всем привет сегодня к нам гости заехал младший брат майкл джордан студии новинка вы давно просили мы показываем jordan cp38 сегодня не день а просто праздник какой-то папа и у нас люди самый первый их цвет скажем так классический бред бред сумасшедшего шучу chicago bulls не больше не меньше несмотря на то что это кроссовка кризиса пола мы не видим первыми цвета клиперс видим цвета chicago bulls майкл джордан босс делает все что хочет вы спрашивали как они как они они хорошие они удобные вы даже спрашивали красивые ли они на некоторые из этих вопросов вы сегодня узнаете ответ а на некоторые нет и так стилистика сохраняется стилистика низких лоукат баскетбольных кроссовок присущей линейки криса пола от и до ну ладно не от но до в этот раз их сделали из материала гиперфьюз мы решили не сравнивать их с предыдущей моделью с предыдущими в том числе потому что нет смысла они уже другие передняя часть нос запаянный гиперфьюз здесь текстильный материал похоже чем-то на гиперфьюз 2014 чем-то сейчас камера hd перестроится вы видите здесь нитки нитки не в понимании файлая а нитки в понимании нитки ну внутренняя подложка естественно попрочнее будет там тот же самый материал что и здесь скорее всего но вот этой текстурой решили подчеркнуть причем эта текстура она будет отличаться на некоторых расцветках где-то это будет наш такое синтетическое плетение на айди будут доступны вообще другие материалы но об этом об этом мы не будем что интересно еще в этих кроссовок сделали дают пластиковая часть она от глянца на пятки переходит в мат впереди это единый цельный материал видите здесь он такой немного дымчатый на пятки тоже непрозрачный и заканчивается он здесь то есть такое решение нестандартная это поддерживающий каркас который находится вот только здесь то есть он держит ногу в основном с внешней стороны и в области пятки и это ощутимо то есть одеваете кроссовки вы идете вы понимаете что внутреннего дискомфорта нет внутренней я имею ввиду внутри стопы с внешней стороны некая защита ощущается они на мой взгляд довольно высокий профиль имеют плане толщины подошва в моем представлении низкая обувь она должна быть тонкой подошвы с тонкой стелькой но крис и пола немножко другие в этой модели уже не используется подулон подулает мы назовем мы покажем мы уже показали это вначале но здесь есть на экзум мы просто заострим внимание на экзум но при этом идут выделенные участки места контакта самые активные зоны которые присущи игре в баскетбол здесь небольшой высот тоже хотя это практически не участка сцепления то есть крис и пола они совершенствуются вот этот как бы уникальный вид пятки отдельно стоящий могу конечно сказать что как каблук хоть это будет немножко неправдой а тем не менее вот этот взято скорее всего модернизировано 2009 джорнов 2009 то есть сходство некое есть вы сейчас начнете спорить со мной и это хорошо но я могу сразу сказать что ближайшая серьезная модель джордан который выйдет это будет мало 11 у них будет схожая пятка то есть какой-то в этом смысл подтекст имеется нити flywire на этой модели поменяли на ленты flywire я несколько презентаций назад уже рассказывал об этой тенденции нас ждет второй кроссовок внутри доберемся до него вы увидите как это выглядит выглядит внутри на язычке большой значок cp3 на пятки майкл причем это такое отличительный знак если вот смотреть на эти кроссовки вот так непонятно что это за бренд я пальчиком зажал маленький значок здесь но видите нет никаких логотипов только на пятки это конечно интересное решение еще наводись наводись 0 3 вызовите скорую моя болит душа крис пол отметился достаю второй кроссовок естественно предварительно рожьему ровно мы видим что язык этих кроссовок тоже выполнен из некого текстильного материала по новой какой-то технологии то есть они как будто разделены но практически не растягиваются и при этом не очень сильно стягиваются секции внутри вы можете видеть нити так называемый полосы флайвер я сделал сейчас то что с нитями флайвер делать было нельзя я потянул в обратную сторону но сейчас они зафиксированы они довольно прочные нейлон и чтобы достать нить надо подцепить с этой стороны вот так выглядит с внешней стороны с внутренней у нас есть сапожок довольно приличный они довольно хорошо сидят на ноге ну такое ощущение довольно стандартное довольно четыре слова довольно сказал но очень я нами доволен какая-то штука непонятная кто знает что это или кто может поковыряться в интернете найти ответ на этот вопрос посмотрите расскажите пацанам и в области пятки у нас имеется дополнительный фиксатор для ахилла вот вы можете видеть его он с резиночкой резиночка такая потайная то есть она прячется не торчит петля для удобства одевания и вот этот сапожок супер плотно садится если кто-то из вас если кому-то из вас доводилось мерить или играть предыдущую версию и вы выбрали ее для себя то эти кроссовки вам также подойдут если вам доводилось мерить эти кроссовки ранее предыдущую версию или пред предыдущую и они вам не понравились то эти кроссовки вам не понравится потому что по сути они остались примерно такими же какими они были небольшие технологические изменения они не несут и глобальных перемен поэтому крис остается крисом а с вами был серж сайта finder и сегодня праздничный день с праздником вас друзья до новых встреч